Привет всем любителям самолетов! Сегодня я расскажу про новую PID-систему, которая появилась в Wardo Plane 4.1. Отличается она от предыдущей 4.0 и ниже тем, что появился новый параметр Fit Forward, который также необходимо настраивать при тюнинге PID-ов. Как я понял, это аналог прямого воздействия на элероны. То есть, если раньше P использовалась как для коррекции ошибки, так и для управления самолетом, то теперь P используется именно для коррекции самолета AFF, в первую очередь используется для управления самолетом. То есть, сначала применяется FF, как видно на этой картинке, а потом уже вычисляются коэффициенты P и D и корректируется, собственно, положение элерона. Поэтому в PID-ах до версии 4.1 P было довольно-таки большое, а после 4.1 оно стало намного меньше, потому что оно компенсируется появившимся Fit Forward. Что же изменилось в процессе тюнинга PID-ов? Как я и говорил, появилась необходимость тюнить FF. Но в отличие от Ainawa, где необходимо крутить там бочки и петли, чтобы вычислить Fit Forward, Arduplane, к счастью, делает все это за нас автоматически. А если автоматический результат не дал желаемого эффекта, то этот параметр Fit Forward можно вычислить с помощью логов. И в этом видео я покажу, как это сделать. Для автотюна, пожалуй, параметры настроек не изменились. То есть, существует только одна настройка, которую можно использовать для автотюна. Это Auto-Tune Level. Эта величина отвечает за то, насколько агрессивно будут подбираться PID-ы. Чем выше эта величина, тем более агрессивно будет управление. Чем меньше эта величина, тем более плавно получится управление. Ну и естественно, нужно назначить на один из полетных режимов режим Auto-Tune. В отличие от Ainawa, это не дополнительная какая-то функция, а это именно отдельный полетный режим. Тюнил я самолет Atom RC Delfin на Auto-Tune Level 6. Видео процесса тюна можно посмотреть по ссылочкам на видео и это же самое видео будет отображаться оверлеем на этом видео. Также в версии 4.1 вы можете видеть подбираемые PID-ы на OSD, как на аналоговом, так и на DJI. И также пишется, что Auto-Tune подошел к концу. К сожалению, продемонстрировать я этого не могу на OSD, на курсовом видео, потому что DJI не пишет курсовое видео. Но на логах я могу показать, как это можно посмотреть и как это можно извлечь, если там что-то не сохранилось и так далее. При Auto-Tune появляются такие вот разделы от RP. 0 это по одной оси, один по другой оси. И можно вывести PID и Fit Forward. И, собственно, можно посмотреть, как эти значения подбирались. И по этим логам можно определить вообще, как работает Auto-Tune. Видно, что сначала он начинает тюнить D, то есть растет D, до появления осцилляций. Эти осцилляции как раз видны вот на этом графике элеронов, что он начал махать элеронами. Потом D сбрасывается в два раза, то есть как и при любом другом алгоритме Auto-Tune, то есть наращиваем величину до момента появления перекомпенсации и уменьшаем ее в два раза. То есть вот так вот работает алгоритм. Понижает D, далее начинает тюнить P. Также появились осцилляции. И он нам уведомляет о том, что появилось вот такое вот P, то есть вы на OSD видите вот эти циферки. И снова начинает тюнить D, увеличивая его до появления осцилляции. Но тут я по Roll-A. Да, по Roll-A он закончил все. Такие биды по Roll-A получились. 0,1254 это P. И 0,2900 это D. И уведомляет о том, что Auto-Tune по Roll-A закончен. То есть не нужно, как было в версии там 4.0 и раньше бесконечно трясти крыльями по Roll-A по пичу, чтобы надеяться, что Auto-Tune закончился. Сейчас такого делать не надо. То есть достаточно увидеть на экране, что Auto-Tune по Roll-A закончен и можно приступать к Auto-Tune по пичу. По пичу аналогичная картина. По пичу аналогичная картина. Сначала тюнется D. Появились там осцилляции. Нужно ввести график элеватором. Что-то там большое какое-то вот такое число было. Переборщил с множителем. Вот. Видно, что появились осцилляции. D понижается снова в два раза. Он на OSD пишет величину D, которая натюнилась. Далее снова тюнит P до появления вот этих осцилляций. И снова понижает P в два раза. И пишет снова нам на OSD. И потом снова тюнит D. также до момента осцилляции. И скидывает его еще в два раза. И пишет нам о том, что тюнинг пидов по пичу закончен. Но, собственно, тюнинг тюнингом, но качество полета. Как я и говорил, качество подбора пидов нужно оценивать по графикам PID-P и PID-R Target Actual. Я выложу, собственно, эти графики. И что могу посмотреть, допустим, да? До тюнинга пидов. Что было, какой график. Видны вот такие осцилляции. Которые пропадают после автотюна. И он начинает вести себя гораздо лучше. И то же самое по Roll. То есть до автотюна были такие осцилляции. Которые после автотюна становятся намного меньше. Ну и также продолжаю склоняться к тому, что D на крыльях, налетающих на самолетах, должно быть в районе нуля. У меня все равно есть ощущение, что оно на самолетах только мешает. В отличие от квадов. Хорошо. Теперь, как понять, собственно, самый новый параметр FitForward. Насколько он качественно натюнился. А проверить это можно по графикам. Следующим. Сейчас я покажу. На официальной документации. И я всегда советую не смотреть видеоблогеров, а читать именно официальную документацию. Потому что там самые, так сказать, фундаментальные знания и неискаженные знания. Потому что мы, блогеры, можем ошибаться. Находить этот, собственно, FitForward предполагается с помощью логов. Сейчас я покажу это, как делается. Для этого нужно зайти на сайт plot.ardupilot.org и загрузить свой лог, который вы хотите проанализировать. Далее необходимо построить графики. Следующие. Так, я закрою карту, потому что нафиг она не нужна. Я сохранил уже пресет, но сейчас для вас его забью заново. Так, где, собственно, график? А, график, потому что я ничего не вывел, потому что он не построил ничего. Итак, нам предлагается вывести, чтобы проанализировать FitForward по roll это вывести att.roll Я это делаю. Далее нажимаю Add Expression и вывожу новый график. Тут предлагается вывести 0,345 умноженное на PIDR Actual умноженное на ITR SS И третий график это ITR IL умноженное на 0,01 Я потратил, наверное, почти полчаса, чтобы понять, что не так с этим вьювером. А дело в том, что когда вы добавляете вот эти вот, собственно, формулы, он их раскидывает с разным масштабом. Вот в чем был косяк у меня. А, с разным масштабом, да. И чтобы, собственно, масштаб-то был один, вот здесь нужно следить, чтобы было выбрано 0 и 0. И тогда все будет четко. Вот. FitForward, собственно, по умолчанию равен 0,345. И чтобы найти FitForward, подходящий для вашего самолета, необходимо подобрать вот это вот число. В данном случае видно, что графики не совпадают и это число нужно уменьшать. То есть синенькое больше, чем оранжевенькое. Значит, вот этот коэффициент нужно уменьшать. Поставлю 200. Смотрю, что получается. Близко, да? Но великовато все-таки еще синенькое. И поставлю 0,150. И как вижу, что уже близко к тому, что нужно. Теперь, если открыть лог и вывести график FitForward, так, стереть все. Видно, что FitForward он нашел в районе 155. Так. по роллу. Да. Это процесс официтюна по роллу. И FitForward по роллу 0,155. Что, в принципе, и нашлось, используя вот такой анализатор по графикам. И аналогично по питчу. Но для этого нужно построить маленько другие графики. Предполагаемый FitForward, умноженное вот на вот это вот. И АЭТР элеватор. А не элероны в случае роллу. А это у нас будет уже сейчас питч. АЭТР не элев, а элев. Опечаточка. Опечаточка на сайте ArduPilot. Нашел баг на баге. Видно, что в данном случае FitForward. Так, FitForward это у меня собственно синькое. Маловат, значит, его нужно поднять. Поднять наверно раза в два. Смотрю, возросло. Маловато еще. Еще повыше подниму. 500 поставим. То есть сейчас я попробую сам найти ручками и посмотреть, что у меня нашел Автотюн. Ну, что-то в районе 500 должно быть. Графики почти совпадают. И давай посмотрим, что нашел Автотюн. FitForward по питчу. FitForward по питчу. И собственно вот он нашел FitForward по питчу. Питч П. То есть в районе 0.44 Да. 0.44 0.45 Ну, то есть близко к тому, что я нашел. Если построить график 0.44 посмотреть, что получается. Ну, близко, близко. Близко к тому, что нашел Автотюн. Вот таким нехитрым образом ищется параметр FF для питча и ролла на прошивке Ardupilot Arduplane версии 4.1. После первого полета при запуске я заметил, что он махает крылышками, что значит ПИДы высоковаты. И поэтому я решил запустить второй раз Автотюн в этот же день. И я получил в два раза более низкие ПИДы. Таким образом допускаю, что есть какой-то баг в прошивке 4.1. На тот момент это была именно прошивка 4.1. Сейчас уже есть прошивка 4.1.2. Возможно этот баг и по фикшен. Возможно вы с ним не столкнетесь. Но в любом случае рекомендую делать Автотюн как минимум дважды. И только если после этого ПИДы не получилось подобрать, уже садиться за компьютер и пытаться анализируя логи найти правильные ПИДы используя мое видео. Пожалуй на этом и все. Если данное видео было полезно ставь лайк подписывайся на канал пока пока